Здравствуйте, друзья! 18 декабря, город Каменскуральский, Свердловская область. Сегодня вашему вниманию хочу представить семена баклажанов, которые я планирую высаживать, выращивать в сезоне 2024 года. Семена этих гибридов есть у нас на данный момент в продаже в магазине. Магазин наш находится в городе Каменскуральский, по адресу проспект Победы, 48, в центре здания. Называется магазин очень коротко, Дача. Ну и приступим к обзору. Вообще баклажаны я очень люблю. Мне нравится их выращивать, так как они очень красиво смотрятся на растениях. Мне нравится их готовить, мне нравится их кушать. То есть для меня этот овощ один из любимых после томатов. Ну и конечно ежегодно я выращивала где-то около 8, бывало, сортов 10. Но сейчас буду выращивать только 4 сорта, так как место не позволяет мне выращивать большое количество гибридов и сортов. Ну я в общем-то сорта я даже не выращиваю, если честно сказать. Я как-то пыталась выращивала сорт Алексеевский, полностью в нем разочаровалась. Несмотря на то, что было много семян в пакете. Но в плодах было такое количество семян, что практически все плоды мне пришлось выбросить. Я не люблю баклажаны с большим количеством семян в плодах. Ну и по урожайности, конечно, в любом случае гибриды баклажанов, они значительно выше дают урожай, чем вот сортовые баклажаны. Поэтому сортами не увлекаюсь, а гибриды просто обожаю. Что же я выбрала на сезон 24 года? Это здесь пакетики, которые... Два пакетика, вот Шарапова и Валентина, они уже пустые. Здесь еще есть семена у меня. Да, они у меня еще пока заклеены на скотч, значит семена здесь есть. Вот, поэтому... Но Шарапова и Валентина просто забыла пока еще привезти с работы. Надо обязательно привезти, так как Шарапова очень быстро заканчивается обычно гибрид. И можно остаться самой, в общем-то, без семян. Вот, ну и начну я свой обзорчик с гибрида Аннет. Аннет, я его тестировала в сезоне 22 года, он мне очень понравился. Единственное, при выращивании вот этого гибрида ему нужно давать больше места. Так как он... Такое растение достаточно мощное. Так, я поднесу к камере, чтобы вы могли при желании почитать информацию. Растение очень мощное. Раскидистое, побеги такие у него раскидистые. Плодов на нем очень много. И мне понравился. Это, наверное, единственный сорт, единственный гибрид, у которого так необычно располагаются на ветках плоды. Прямо вот как гирлянда. Вот. Растение достаточно высокое. Где-то в теплице у меня оно достигало, наверное, метр сорок высоты. Масса плода 300-400 грамм. Все они, вот все сегодняшние гибриды, которые я показываю, все малосеменные. Поэтому не буду повторяться, что в плодах семян много. Вкусовые качества просто великолепные. Хорошо транспортируются. То есть вот такие баклажаны, которые хорошо транспортируются, они, соответственно, и лежат лучше. То есть можно их похоронить какое-то количество. Небольшое время. Ну, примерно там около месяца можно похоронить. Вот. И плодоносит он до глубокой, в принципе, осени, пока не наступят уже устойчивые такие понижения температур. Аннет я 100% всем рекомендую. Замечательный гибрид. Следующий гибрид это марципан. Его я также тестировала. Но уже в сезоне 23 года впервые его выращивала по рекомендациям, кстати, моих зрителей. Спасибо огромное. Все, кто пишет в комментариях свои какие-то рекомендации. Мне будет очень приятно почитать новые рекомендации по тем или иным гибридам баклажанов. Мне будет очень интересно выделить что-то для себя, может быть, уже на следующий сезон. 35 семян в упаковке. Здесь у меня еще остались семена. Так, ну поднесем, чтобы можно было почитать. Так, и что я хочу сказать о нем. Чем меня покорил этот гибрид? Конечно, он также покорил меня отменным просто вкусом. Малым количеством семян. Красивыми плодами. По урожайности он у меня уступал гибриду Аннет. По урожайности было плодов поменьше. Но я не могу сказать, что их было мало. Предостаточно было плодов. Но на Аннет, конечно, плодов больше значительно. И что еще? Этот гибрид. Очень красивые плоды. Вот даже симпатичнее, чем они на картинке. Глянцевые, такие темные. Очень вкусные. Вот может быть мне кто-то напишет в комментариях, что баклажаны все одинаковы на вкус. Нет, нет, нет. Я с этим никогда не соглашусь. Абсолютно все гибриды баклажанов, они разные на вкус. И даже вот когда храним баклажаны дома. Дома мы же не подписываем уже какой это у нас гибрид. Но по вкусу они сразу отличаются. Начинаешь готовить и уже понимаешь. Бывало, что возьму два баклажана. А они разных гибридов. Разные. И приготовишь, одинаково приготовишь, допустим, да. А по вкусу они отличаются. Хотя и тот, и другой баклажан замечательный. Но все-таки вкусовые качества у них отличаются. Я выбираю сейчас только самые вкусные, самые урожайные, самые красивые. Места мало. Валентина гибрид следующий. Очень ранний гибрид. Наверное, самый ранний из всех представленных сегодня гибридов. По крайней мере, у меня. Вот живу я в Свердловской области. Как уже сказала, самые первые плоды я всегда получаю на гибриде Валентина. Это невысокое растение. До метров теплицы. Может быть, сантиметров 70-80. Не выше метров теплицы вырастает. Да, забыла сказать, что все баклажаны я выращиваю в теплице. Но в сезоне 2024 года хочу попробовать вырастить на открытом грунте. Так как баклажаны прекрасно у нас в Свердловской области растут на открытом грунте. Но участок у меня был ветреный. И если вот у вас ветреный участок, то лучше выращивать их все-таки в теплице. Сейчас у меня участок неветреный. Поэтому я хочу попробовать вырастить на открытом грунте. Валентина всем также рекомендую. Этот гибрид. У него вот такие длинненькие, тоненькие плоды. Очень симпатичные. Он очень компактный этот куст. По сравнению, например, с Аннет. Он самый, наверное, вообще вот из всех сегодня представленных. Валентина самый, наверное, компактный куст. И плодов на нем всегда очень много. Плоды вкусные. Можно выращивать даже в загущенной посадке. Гибрид Валентина Шарапова. Имеет вот такую каплевидную форму плод. Очень тоже симпатичные. Но они все симпатичные. А ранний гибрид масса 300-400 грамм. На всех, вот забыла еще сказать, вот этих гибридах, которые я сегодня показываю, либо совсем нет шипов на плодоножке, либо если есть, то очень-очень небольшое количество. И они коротенькие, маленькие совсем. То есть я их практически даже не замечаю. На гибриде Шарапова и на гибриде Валентина там совсем их нет. Этих шипов. Это тоже немаловажно. Есть, в основном, это, конечно, сортовые баклажаны, где огромное количество шипов на плодоножке. Они очень длинные, колючие. Но это, конечно, невозможно. Просто, мне кажется, с такими шипами даже бороться. Постоянно раны получаешь. Поэтому я вот отказалась, как я уже сказала, от сортовых баклажанов гибриды. Они все либо мало шипов имеют, либо совсем отсутствие шипов. Шарапова удивит вас своей урожайностью. Он супер урожайный. Наверное, по урожайности Шарапова и Аннетт, они примерно одинаковые по урожайности. И вкусовые качества также на высоте. Также гибрид Шарапова неплохо хранится. Хуже всех из этих четырех представленных гибридов хранится Валентина. Он быстрее начинает портиться. То есть мы обычно его пускали в переработку или так съедали самыми первыми эти плоды. Лежит он примерно, ну сколько, может быть, максимум две недели. И потом вот начинает портиться. Он все-таки не лёжкий и, я бы сказала, может быть, даже и нетранспортабельный. Но если куда-то нужно отвезти, и это короткий отрезок времени, там, допустим, 10 дней, он, конечно, нормально будет себя показывать, этот гибрид. А если вам нужно около месяца хранить его, то он для этого не подходит. Но вкусовые качества отличные, урожайность отличная. Мне достаточно вот этих вот гибридов. Марципан тоже отлично хранится. Кстати, в этом году дольше всех у меня в холодильнике как раз находился гибрид марципан. Но не потому, что он лучше всех хранился, а потому что все остальные я уже съела и остался только марципан. Но он меня удивил тем, что ни один плод у него так и не подгнил. То есть лежал вообще отлично. Ну вот, друзья, вот такие вот баклажаны я запланировала выращивать в сезоне 2024 года. Сеять буду всего по 2 семечка. 8 растений мне хватит. И когда буду приступать к посеву? К посеву я приступать буду либо в конце января, либо в начале февраля. Все-таки склоняюсь, что, наверное, в первых числах февраля я буду сеять баклажаны. Но обязательно сниму ролик на эту тему. Если вы житель нашего города, если вы садовод из Каменско-Уральского и решили приобрести эти гибриды, то хочу сказать, что вот сейчас, в данный момент, от компании НС вот этих двух гибридов нет. Вот конкретно в таких упаковках. Есть в Престиже вот такая вот упаковочка. И, по-моему, Шарапова у нас в мировых семенах. По-моему, да, в мировые семена. Но не нужно искать конкретно вот эти упаковки. Дело в том, что и Шарапова, и Валентина это импортные семена. Это не отечественные. И то есть в какой бы упаковке, вот видите, Голландия семенис. В какой бы упаковке вы не купили эти семена, они будут конкретно вот этот гибрид. То есть эти семена конкретные. Фасовщики разные. Вот я потом в дальнейшем, когда буду показывать, когда я приступлю к посеву, вы увидите, что Валентина у меня будет от компании Престиж, а Шарапова, вот, по-моему, мировые семена, если я не ошибаюсь. Все, друзья, я на этом буду заканчивать свой ролик. Всем до новых встреч. Пока-пока.